Всем привет, мои дорогие! Сегодня на обед решила пожарить куриные котлетки из рубленого филе. Это очень быстро, очень просто, очень вкусно. Давайте приготовим! Для вкусных котлеточек из курицы нам с вами понадобится одно большое куриное филе, это у меня от одной курицы, одно сырое яйцо, соль, перец. У меня вот такая есть приправа, это перец чесночный, он с добавлением идет чеснока. Если у вас приправки нету, вы можете положить какую-нибудь свою любимую приправу и еще положить при том чеснок. Ну, один зубчик, мне кажется, достаточно. И понадобится пару столовых ложек муки. Ну что, приступим! Для сочности наших котлеток я добавлю еще пару столовых ложек сметанки. Нарезаем мелко-мелко куриную грудку. Музыка. 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 Слегка подмороженное куриное филе режется намного лучше. Таким образом нарезали мясо на кубики. Отправляем в емкость. Сюда же отправляем пару столовых ложек сметаны. Можно отправить вместо сметаны майонез пару столовых ложек для сочности, потому что мясо курицы, оно сухое. Сюда же отправляем одно яйцо. Сюда же отправляем любую приправу, какую вы хотите. И зубчик чеснока. У меня, как я сказала, с чесноком приправка достаточно. Чуть-чуть перчика. Посолим по вкусу. И сюда же отправляем две столовые ложки муки. Даже две с половиной. Все тщательно перемешиваем. Мне кажется, сметаны маловато. Давайте добавим еще одну столовую ложку. Сколько у меня есть здесь. Вот такая консистенция у нас получилась. Теперь все это отставляем. Пускай это у нас в приправе так вот все маринуется, так сказать. И через минут 10-15 будем обжаривать. Пока можем поставить, отвариваться наш гарнир. На гарнир у меня будет гречка со сливочным маслом. Все, смесь готова. Отставляем. На сковородку отправляем немного растительного масла. И по столовой ложке выкладываем нашу массу. Обжариваем на среднем огне по минутке 3-4 с каждых сторон. Накрыла крышкой, они чуть-чуть стреляются, поэтому накрываются. На минутку. А потом уже будем поворачивать. Повернули. Вот такого красивого золотистого цвета должно у вас получиться. И доложила еще немножко котлет. И вот такая стопочка котлет у нас уже на столе. Посмотрите, какие они вкусные. А главное, сочность. Сочные из-за того, что мы положили с вами сметану. Поэтому я думаю, уложите лучше сметану, чем майонез. Они получаются очень сочными, нежными, такими вкусными-вкусными. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч, мои любимые. Пока-пока. Наложила гречки со сливочным маслом. И с котлетками сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok